Виктор Максименков Канал Другая История Ссылки в описании Он рассматривал там факты гигантов Ну на моем канале достаточно Тоже фактов о гигантах Поэтому я хочу в этом видео рассмотреть Другие интересные факты Которые изложены в этом секретном проекте Так как все ссылки на материалы будут в описании У меня у самого видео про гигантов множество Вне зависимости от этой информации Что изложено здесь Я хочу обратить внимание на другие факты Потому что можно бесконечно спорить А вообще это фейк какой-то Или вброс Или еще что-нибудь Можно просто рассмотреть те факты Которые здесь изложены Чтобы определить А вообще это возможно или нет Потому что нам главное факты Если они соответствуют действительности Или интересуются и подтверждаются Из других многочисленных источников То тогда их тоже нужно учитывать Поэтому предлагаю приступить Потому что я нашел множество интересных фактов В этом секретном деле Потому что на 83-й год Это конечно просто колоссальный документ Хотя основная его суть Насколько я понял Это просто рассмотреть все данные Для того чтобы ввести прогнозирование По возможным катастрофам Которые согласно этим документам Должны были произойти В 2012-2014 году И привести к нашему полному уничтожению Ну так как мы ведем эту передачу Уже в 2019 году Этого не случилось Но факты изложенные в этом документе Они действительно заслуживают внимания Так что я вам предлагаю их рассмотреть Ссылки на канал и другая история И на сам документ Который можно скачать Все будут в описании Давайте приступим к рассмотрению Этого документа Ну честно говоря По моему мнению Документ вполне соответствует эпохе Оформлен он прекрасно И даже если это чей-то вброс Ну он просто не стоит тех усилий Которые бы нужно было Применить для того Чтобы его создать Ну с какой целью Чтобы его на пары каналах рассмотрели Да и все Фактически это очень интересный документ Восьмин 2003 года Мы в принципе Потом все эти данные Рассмотрели на других каналах Потому что люди Которые интересуются Альтернативной историей Прошлым Они находили и гиганта И множество других интересных фактов Ну а здесь Как бы этот документ Он создается Как раз-то В противовес Тем действиям Которые делаются в США Как раз по изучению Прошлого По подготовке К новым Глобальным катастрофам Так что это основная Такая красная нить Этого документа Изучить имеющиеся данные Чтобы быть готовым К тем катастрофам Которые уже были И подготовиться К тем Что еще будут Поэтому я конечно Всем рекомендую В оригинале Изучить этот вопрос Посмотреть Найти более интересные факты Ну что я например Могу вычленить Из этого документа Которого там Больше двухсот страниц Вот например Одиннадцатая страница Что же здесь Самого интересного Дело в том Что Вот в середине документа Мы читаем Как следует Из материалов Органов НГБ СССР В 1938 году На основании Полученных сведений Экспедиции в Тибете В Трансгималаях Германское правительство Снарядило экспедицию Для исследований Подводного шельфа Антарктиды В районе земли Королевы Мод По картам Которые немецкие Исследователи Получили в Тибете Ага Что же они там искали В результате этих исследований Специалисты Ананербы Совместно с Военно-морскими силами Германии Проникли в полость Земли Сокрытую под льдами Антарктиды Где в период До 1944 года Германским правительством Были созданы Военно-морские базы Построен город Под названием Новый Берлин И основано Государство Под названием Новая Швабия Ну в принципе Мы про это все Слышали С различных источников Но вот что дальше Самое интересное По сведениям Которые располагали Органы военной Которазведки СМЕРШ Адольф Гитлер Внимание Осуществил Свою подмену Двойняком У был На подводной Лодке В Новый Берлин Это подтверждается Представленными Материалами Собранными Для доклада В 1945 году Народным Комиссариатом Государственной Безопасности СССР Товарищем Меркуловым Для верховного Главнокомандующего Сталина Ну Мягко говоря Вот вам Интересный Факт То что Немцы Направляли Экспедиции В Тибет Это не секрет То что Множество Ходило слухов Об этом Как раз Новом Берлине Шваби То что они изучали Это мы все знаем Но тот факт Что оказывается И Гитлер Выжил И отправился В этот новый Берлин Ну это конечно Придумать Надо было постараться Давайте Продолжим 11 июня 1945 года Петрозведка СМЕРШ 70 стрелкового Корпуса В здании Военно-морского Флота Германии Были обнаружены Карты Прохождения Морских Глубин С грифом Только для Капитанов Подводных Лодок А-класса В количестве 38 штук Как следовало С перевода Текста К инструкциям На карте Шла речь О прохождении Подводных Коридоров Для входа В так называемую Агарту Сокрытые Подо льдами Антарктиды Ну мы увидим Это в приложении То есть перед нами Ничто иное Как утверждение о том Что на Южном полюсе По картам Полученным в Тибете Были найдены Проходы В полую землю Ну уже то что там Адольф Гитлер Спасся Это уже вопрос Интересный Для отдельного Исследования Потому что Действительно Если бы Он погиб В Германии Тогда в Берлине То об этом Мягко говоря Можно было бы Сегодня доказать Исследуя ДНК Насколько я знаю Таких исследований Вообще-то не проводили А закрыли Скорее всего Потому что Если бы Гитлер не погиб В Берлине С 45-го То пришлось бы Его искать И можно сказать Что война-то И не закончилась Пока не найден Главный идеолог Всей этой войны Поэтому конечно Информацию Скрывали И в современном мире Есть несколько Видео В которых утверждается Что это действительно Так Что он Как бы Спасся Покинул Берлин А это был двойник Останки которого Сейчас и хранятся В России Но это Для будущих исследователей Но факт Важен в том Что Идет подтверждение О том Что земля-то полая И что это Источники получения В Тибете У меня на канале Есть уже Как минимум Четыре видео О полой земле Ссылки будут в описании Это было сделано Совершенно Независимо От всех этих исследований Но Факт в том Что это дело Подтверждает Что О том Что земля полая Известно давно Известно было Опять же Из древних источников И о том Что там Подбирался персонал Дальше идет Идет речь В эту Новую швабию Все это Здесь изложено Прочитайте Более Конкретно Там опять же Идет и о том Что Советский Союз Посылал Разведывательные корабли И о том Что они встречались С неизвестными Аппаратами Которые Очень быстро Передвигались Под водой И что Это было сделано В 46 В 46 Году В 45 А американцы Повторили Подобную Попытку В 47 И тоже Понесли Как раз Знаменитые Потери Под командованием Ричарда Берда Это все Описывается Как они там Понесли Эти потери От столкновения С неизвестными Летательными Объектами То есть Факт очень Интересный Который Можно только Продолжить По исследованиям А внизу Этого же Например 13 Листа Из этих Исследований Следует Что Следующий Армагеддон Начнется В 2012 Году И закончится В 2014 Году Гибелью Существующей Цивилизации И основной Части Земли То есть Здесь дальше Продолжается Как бы Изучение О масштабах Этой катастрофы О катастрофах Прошлого Мы будем продолжать Потому что Материала много Здесь пошло Изложение О том Какая Солнечная Система Какие там Движущиеся Части Место Земли Сама Земля Что она там Какие катастрофы Происходило То есть Можете перейти Почитать Лично для меня Это было Не совсем интересно Потому что Явно Здесь перед нами Не славянская Информация Здесь взяты Действительно На какие-то Источники Скажем так Тайных Обществ Там Они Наворотили Мало Не покажется Конечно Хотите Прочитайте Вам может Будет интересно Мне было Честно Не совсем Интересно Потому что Все эти Материалы У славян Более Конкретные Они подтверждены Фактами Эти факты Я рассматривал Ну например О том Что есть Блуждающая Планета В Солнечной Системе А на самом деле Это просто Наша Пятая Планета Которая В результате Галактической Войны Там 150 тысяч Лет назад Была сорвана Со своей Орбиты И ее Изменила Теперь Она Имеет Орбиту 3600 лет И вот Здесь Также Она названа Железная Планета Рассматривается А что Произойдет Если она Приблизится Что там В 50 Раз больше Земли Как это Повлияет На Землю Когда это Было Ну Как бы Интересно Но у меня Это просто Рассмотрено Как Нибиру Как бы Есть конкретная Информация Все ссылки Будут под видео Можете перейти Почитать А ссылки На этот документ Можете перейти Его скачать Вам будет интересно Там Все эти Их Интерпретации Прошлых цивилизаций Атлантид То что оно Полностью Со славянскими данными Не стыкуется И ничем Не подтверждается Это одно Но Факты остаются Фактами То есть Можете ознакомиться Здесь там И миллиарды Миллионы Сотни тысяч лет Различные цивилизации Боги Кто кого создавал Кто сколько лет правил То есть Здесь намешано Очень много Ну Интересно Ознакомьтесь Красная линия Этого всего Катастрофы Катастрофы На земле И в космос И то что есть Гигантская планета Которая раз В 3600 лет Подходит К земле И как бы Это происходит Другие катастрофы Которые вполне вероятно Произойдут И в будущем И здесь как бы Изучается Этот вопрос Поэтому Лично мне Стало интересно Только вот это 28 страница Вот здесь я задержался Почему В самом низу Очень интересный факт Документы Относящиеся К летописям 15-16 веков Представляют Географию Средневековья В тех Географических Контурах И названиях Которые Они имели До последнего Потопа Ну Какого Последнего Потопа Который был В 16 веке Или 12 тысяч лет Назад Тут понять Сложно Ну Читаем дальше Характерно Что этот Уникальный Древний Исторический Документ Пласт Бесценных Свидетельств Ушедших Цивилизаций И Внимание Уничтожали Европейские Монархи И русские Цари Романовы Видимо Из-за того Чтобы не вызвать Путаницу В связи С исчезнувшими Материками И островами Античными Названия Городов И регионов То есть Вроде бы Ну Небольшая строчка Но факт Остается Фактом Действительно Все документы Которые Были Ранее Петра А у меня Есть целый Плейлист Где я доказал Что в середине 17 века По современному Летоисчислению Произошла Глобальная Катастрофа Погиб Так называемый Античный мир Произошли Глобальные Изменения Карт По всей Фактически Земле Античные Города Были Уничтожены И поэтому Ничего Удивительного Что те Кто эту Катастрофу И устроил Начинают Переписывать Историю Чтобы скрыть Следы своих Преступлений Как раз О преступнике Так называемые Европейские Монархи И Романовы Здесь Ничего Удивительного Для меня Нет Но тот факт Что это Изложено В документе Которому Уже Больше 35 лет Хоть это Одно строчка Но факт Интересный Также Продолжаем Уникальные исследования Проведены В работах Средневекового Картографа Герарда Или Герхарда Меркатора Который является Внимание Кем он является Советником Ордынского Царя Великой Монгольской Империи Ивана Грозного Он же Упоминается В летописях Под именем Карла Пятого Канал Другая история Сделал Разборку Этого интересного Факта Тоже Ссылка Будет В описании Перейдите Ознакомьтесь Там Фактически Иван Грозный И Карл Пятый Это одно и то же Лицо С одними и теми же Событиями Немножко разведенным По исторической Ветке Так факт О чем Оказывается Иван Грозный Он Ордынский Царь И ничего Быто ни было О великой Монгольской Империи Во многих документах В том числе Западных Все ханы Еще назывались Императорами Императоры Тартарии Императоры Монгольской Империи Великой Всемирной Хочу подчеркнуть Или античной Цивилизации Прошлого Которая погибла В потоп 16 века Ну 17 Получилось 1642 1645 год Это гибель Этой цивилизации Античной Тоже очень интересно Потому что Все карты Которые мы имеем Наверное Даже сегодня Они сделаны На основе Как раз Меркаторских Сеток Разметки Всей земли Что Говорит нам О том Что эти карты Просто были Перерисованы С более ранних Источников Которые хранились В Монгольской Империи Или в Тартарской Империи Как вам больше Нравится Так ее и называйте Так что Действительно Здесь отмечается Что Меркатор Является Историческим Основателем Мировой Картографии Исполненные им Карты И названия Отображали Исторические Контуры Исчезнувших Континентов Вследствие Последнего Потопа Ну там Идет ссылка На материалы В том числе Анненербы Самое интересное Что Здесь описывается Как это все Подменялось Удалялось Что это было В прошлом Что Как бы Вот например Одно из свидетельств Летом 1694 года Московский Патриарх Адриан Потребовал От русского Царя Петра I Уничтожить Огнем Как враждебно Бесовские Ереси Первоизданные В России Географических Кард На латыни С указанием Античных Названий Городов Морей И океанов Примерно В это же время Сатрапы Патриарха Адриана Перекопали Подземный Московский Кремль В поисках Библиотеки Ивана Грозного Для того Чтобы Уничтожить Его Патриарх Знал Какие сокровенные Тайны Представляющие Интерес Для истории Науки Хранятся В этой Библиотеке И становятся Ясные Причины Почему Иван Грозный Спрятал Хранилище Редких И бесценных Книг Меня все время Спрашивают А почему Вот вы делаете Обзор Европейских Карт Так наверное Потому что Наши карты Или сожгли Или спрятали Поэтому Делать обзор Карт Или Московии Тем более Тартарии И Монгольской Империи Фактически Невозможно Потому что Они либо Уничтожены Либо Снесены С лица Земли Потопом И поэтому Мы делаем Тех материалов Которые Существуют Но и они Показывают Глобальные Изменения Как раз В середине Так называемого 17 века На странице 39 Еще более Интересная Информация В чем же Интересно Все очень просто Описывают Состроение Пола Земли Да Так просто Нормально Идет описание Пола Земли Что идет Сначала Плодородный Слой Потом Гранит Потом Базальт Потом Жидкий Базальт Раскаленным Газом И Магма Находящаяся В состоянии Постоянного Распада Реакции Ядерного Синтеза В котором Как и на Солнце Принимают Участие Металл Итероидной Группы При температуре 3500 градусов Она же Является Центром Гравитации Земного Шара Ширина Этого Слоя 930 Км Опять же Продолжаем Далее Расположен Опять Жидкий Базальт Раскаленным Газом 140 Км Потом Опять Базальт Потом Гранит Потом Внутренний Почвенный Слой То есть Перед Нами Легко Непринужденно Описано Строение Полой Земли Я С величинами Здесь указанными Не согласен На мой взгляд Они приведены Просто от фонаря Скажем Честно Потому что Были Такие Данные То что Я изучал И показал В строении Полой Земли Что Примерная Ширина Всего Этого Слоя Действительно Всего 610 Км То есть На глубине 610 Км Существует Уже Цивилизация Полой Земли Может Оно И составлено Именно Так Граниты Базальты Там Жидкие Базальты Но Факт Остается Фактом Что Ширина Этого Слоя По Многочисленным Данам Ученых Тем Кто Спускался Подземелья Хоть По Водному Пути Хоть По Подземным Проходам Она Показывает Что Это Где-то Действительно 610 Км Ну Никак Не Там 2-3 Тысячи Которые За 15 Дней Там Индейцы Ну Никак Как бы Не Прошли Все Ссылки На Материалы По Полоземле В Описании На Странице Получается У меня 167 Она Здесь Интересные Материалы Опубликованы В Которых Описывается Как На Земле Происходили Различные Я Б Назвал Глиняные Дожди Что Эта Пыль Выпадала При Помощи Различной Воды Ну А Вода Образовалась Из-за Перемены Давлений Это Могли Быть Извержения Вулканов Или Прохождение Через Хвосты Каких-то Космических Объектов Ну Почитайте Здесь Много Интересного Рассмотрены Кометы Метеоры Различные Различные Извержения Вулканов Землетрясений Как Это Все Приводило И Что Дожди Описываются В прошлом И Они Были Скорее Всего Глиняными По Разных Частях Мира Это Описывается Как Проходили Глиняные Дожди Поэтому Всем Рекомендую Рассмотреть Этот Документ Найти Еще Больше Интересных Фактов Рассмотреть Их На Своих Каналах Под Каждым Видео Есть Вот Такое Описание Там Кнопочка Еще Нажимаете Ее И Откроются Все Ссылки Но Еще Под Каждым Видео Закреплен Мой Комментарий Для Тех Кто Хочет Помочь Создании Новых Видео Отдельная Благодарность Тем Кто Помогает И Материально Потому Что У нас Творчество Народное Народ Заказчик Всего Того Что Происходит На Канале Продук patron Матери Продук Народное Закшу Скол Благодарных Запек В osób Если вы также хотите в совершенстве владеть английским языком, то переходите по скайпу и учитесь, потому что учиться нужно у людей, для которых обучение – это призвание, которые являются носителями этого языка. И сами наши люди, которые понимают нас и могут нам объяснить как свой своему, по-своему, для лучшего усвоения, чтобы меньше тратить время на усвоение чужого, непонятного и то, что нам непривычно. Первый урок бесплатно. Ссылка на скайп для обучения английскому у вас на экране и в описании под каждым роликом. Также подписывайтесь на канал Единомышленников. Они будут в описании под видео, тоже там, где кнопочка «Еще» откроется. Вы увидите каналов множество, очень много интересных людей, исследований. Переходите, подписывайтесь, если не подписаны. Ну и подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Ставьте колокольчик и тогда будете получать уведомления о новых видео. На канале есть ссылки на мой сайт, все мои социальные сети. Почему? Потому что если вы перейдете в социальную сеть, вы здесь увидите мои группы, они не имеют ограничений, потому что количество друзей уже закончилось, нельзя больше добавляться в друзья. А в группу можно добавляться неограниченному количеству людей. Также сбрасывать сюда интересные материалы, свои находки, тем более, если вы новый автор, а вас узнает больше людей, как в «Одноклассниках», так и в «Контакте». Все это как раз по ссылкам переходите в описании к роликам. И вы можете по ссылкам на канале перейдите, сразу можете размещать свои материалы, интересные находки, и об этом узнают не только я, но и многие другие люди. Благодарю всех за внимание, с вами был Виктор Максименко, до новых встреч. Продолжение следует...